Привет, друзья, с вами я, Skillmax, и сегодня я вам расскажу и покажу, как настроить эмулятор для PlayStation 2. Недавно, ребят, я начал снимать видео по играм PlayStation 2, и многие, как в комментариях, так и в личке ВКонтакте, мне начали писать сообщения, как настроить, собственно, этот эмулятор. У многих получалось, а у некоторых нет, то есть, всё равно у тех, у кого получалось, он сильно тормозил, и вот так вот. Поэтому я решил откликнуться и сделать такой видеоурок. Собственно, ребят, я сам сильно не разбираюсь в нём, но я вам покажу свои параметры, что у меня стоит, и вы поставите это у себя, я уверен, будет работать. Скачать эмулятор вы можете на сайте routracker.org, ссылка будет в описании, да. И, собственно, я уже скачал и установил, давайте приступим. Нажимаем настройка и настройка эмуляции. Так, здесь всё ставим рекомендовано, рекомендовано. Здесь тоже всё по рекомендации. И здесь, ребят, кстати, вот лимит кадров. Я вам советую отключать лимит кадров, потому что, если вы его не отключите, то у вас будет скакать, то есть, от 50 до 59 FPS, но не выше. То есть, это довольно-таки неприятно. И эти два видео по PlayStation 2 я снимал, то есть, вот так вот. И у меня доходило всего лишь до 59 FPS. Это довольно-таки было некомфортно, но когда я с этим уже разобрался, то я просто рад, потому что игры просто не тормозят. Всё идёт очень гладко и приятно для глаза. В общем-то, здесь вот пропуск кадров я советую отключать, потому что, если вы поставите постоянный пропуск или пропускать только в режиме ускорения, то у вас каждую минуту будет проседание FPS. И это довольно-таки неприятно, то есть, будет тормозить. Собственно, давайте приступим дальше. Это зависит от вашего монитора, то есть, если у вас квадратный, ставим 4 на 3, но если у вас широкоформатный, как и у меня, ставьте 16 на 9. У меня стоит 1280 на 720 пикселей, хотя у меня Full HD монитор 1920 на 1080. Но для записи мне довольно-таки комфортно, 1280 на 720, и, то есть, если мне в любой момент захочется поиграть на весь экран, можно кликнуть два раза по игре, и она высветится у вас на весь экран. Это довольно-таки удобно. Собственно, давайте приступим дальше. Здесь ставим галочки, как и у меня, и переходим дальше. Дальше у нас стоят спидхаки. Я советую вам включить спидхаки и поставить их все. То есть, если у вас не сильно мощный компьютер, то есть, такой средний, то спидхаки довольно-таки помогают, потому что они ускоряют игру, и оно, то есть, вообще не тормозит. Но они иногда берут, то есть, у вас небольшой процент качества графики, хотя все равно графика остается приятной. То есть, вот так вот. Я советую их ставить. Но если у вас супер мощный компьютер, и они вам не нужны, то не ставьте. Я никого, то есть, не убеждаю их ставить. Собственно, здесь, ребят, не советую ничего ставить. То есть, вот эту полосочку не советую вам туда-сюда тягать, как я сейчас. И ставить вот так 0, а здесь единичка такая, да. Потому что, если вы поставите их, допустим, вот на серединку, и тут так же, то у вас будет не то что тормозить. То есть, будет высвечиваться 100 фпс, но, то есть, игра будет такая, как, не знаю даже, как сказать, то есть, такая замедленная, то есть, графика. То есть, это довольно-таки неприятно. Так, давайте приступим дальше. Здесь, ребят, ничего не ставим. Нажимаем применить, и окей. Собственно, продолжаем. Настройка BIOS. Ребят, плагины ставьте, как и у меня, но вот, пат ставим такой, как и у вас. То есть, если у вас клавиатура, то ставим вот этот вот, да, и настраиваем управление на клавиатуре. Но я настроил, то есть, поставил геймпад от PS3 на компьютер, и играю на PS3 геймпаде. Ставлю лейлпад. Если у вас тоже есть джойстик от PS3, то напишите в комментариях, и я сделаю видеоурок, как, собственно, настроить джойстик от PS3 на компьютер, да. Собственно, ставьте все дальше, как и у меня, и приступаем дальше. BIOS. Ребят, BIOS я ставлю USA, и вам тоже советую. То есть, он такой средний, то есть, между 2000 и 2006 годом. То есть, 2006 год это недоделанный, а 2000, он вообще какой-то странный, он у меня постоянно вылетает. Поэтому ставьте USA, и все будет в порядке. Собственно, нажимаем ОК, и приступаем дальше. Собственно, видео. Если у вас супер мощный компьютер, то ставьте, естественно, вот, вот так вот, то есть, DRTX 11, это будет просто супер графика, но, если у вас средний компьютер, то у вас будет довольно-таки приятная графика, и ставим вот так вот, как и у меня, собственно, вот так вот. Да, 2X у меня стоит, Native, но вы можете поставить 6X, это в зависимости от вашего компьютера. Если у вас компьютер от 30000 гривен и выше, то ставим, естественно, 6X. Но, если у вас не сильно такой дорогой компьютер, то есть, такой средний, то есть, тянет такие игры нормально, но не супер мощная графика. То есть, вот так вот, скажем, да, ставим 2X, в общем-то, давайте продолжим, все остальное ставим, как и у меня. Нажимаем ОК, и продолжаем, собственно, звук. Звук, я не знаю даже, как объяснить, просто ставьте все, как и у меня, потому что, если вы поставите не так, то у вас будет или сильно быстрый звук, или, ну, то есть, сильно ускоренный, или будет замедленный такой, да, не будет совпадать с картинкой. Поэтому ставьте на паузу, и ставьте все, как и у меня. Нажимаем ОК, и продолжаем. Джойстик. Ребята, у меня стоит DualShock 2, но это я его настраивал, то есть, это джойстик от PlayStation 3. Да, собственно, я говорил, если вам понадобится, то пишите в комментариях, я обязательно вам помогу. Здесь все просто, то есть, это ходьба, это захваты, то есть, именно под Абидаби. И R2 это уход от захвата, L2 это, по-моему, бег или L1, я точно не помню, в общем-то, посмотрите. Треугольник, крестик, кружок и квадрат, это старт, это селк, в общем-то, ставьте на клавиатуре. На клавиатуре довольно-таки удобное управление, я сам иногда на клавиатуре играю, вот так вот. В общем-то, нажимаем ОК, и, собственно, в принципе, на этом все. Ребят, как же поставить уже игру на наш настроенный эмулятор PlayStation 2? Собственно, скачиваем игру на сайте EX в разделе «Игры на PlayStation 2», ссылка будет в описании. И, собственно, нажимаем вот сюда, вот, и у вас высветится вот так вот, да. Собственно, вы ничего не распаковываете игру от PlayStation 2, а просто нажимаете на нее два раза, и она у вас запускается. То есть, нажимаем вот сюда, и игра включается, и все начинает работать нормально. А на этом все, надеюсь, я вам помог. Не забывайте подписываться, ставить лайки и комментировать это видео. Всем пока и удачи, счастливо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok